Позвать на праздник всех мастеров и бригадиров КАМАЗа просто физически не получилось бы. Сегодня на «Автогиганте» трудится 3300 сотрудников этих профессий. Были приглашены лучшие представители от каждого завода и подразделения. Зам гендиректора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халюлина в самом начале мероприятия высоко оценила их профессионализм и роль в развитии компании. У нас большие планы, у нас хорошие финансовые результаты. Но, зная историю КАМАЗа, я понимаю, что пчевать на лаврах – это не наша с вами традиция. Мы всегда смотрим дальше, мы всегда смотрим, что можно сделать лучше. И здесь у нас тоже, коллеги, есть чем заняться. Одним из центральных моментов праздника стало награждение мастеров и бригадиров. Заслуженные призы получили призеры конкурса «Лучший по профессии среди мастеров». Победителем в командном зачете стала команда мастеров Кузнечного завода. В личном зачете абсолютным лидером стал представитель завода запасных частей и компонентов Алексей Волков. В свою очередь депутат Госдумы Альфия Кагогина наградила два десятка специалистов компании, которые были удостоены звания «Почетный мастер» и «Почетный бригадир» ПАО «КАМАЗ». Вы не подвели и не подводите. Вы производите качественный продукт, за который не стыдно. Вы, производя лучшие грузовые автомобили в нашей стране, побеждаете конкурентов. Вы предвосхищаете потребности потребителей. Вы являетесь настоящими лидерами. Традиционным продолжением мероприятия стала встреча с лидерами. Прямой диалог мастеров и бригадиров с топ-менеджерами. В этом году актуальные производственные вопросы мастера задавали первому заместителю гендиректора Юрию Герасимову, заму по управлению персоналом Оргразвитию и корпоративному управлению Жанни Халюлиной и директору прессово-рамного завода Сергею Птичкину. Мастеров интересовало в частности увеличение количества дней за вредные условия труда, возможный переход на грейдовую оплату труда, модернизация кузнечного завода. Что касается последнего вопроса, то в отличие от остальных заводов на кузне, серьезной модернизации еще не было. Юрий Герасимов заверил, что она начнется в ближайшее время и будет разделена на несколько этапов. Кузнечный завод на сегодняшний день испытывает достаточно серьезные сложности в плане производства. Понятно, что команда во главе с Александром Васильевичем предпринимает все возможное. Часть с анклатурой мы сорсинг отдаем, чтобы облегчить. Но самое главное – это временные, будем говорить так, шаги. Основная задача – это модернизировать оборудование, отремонтировать, сделать определенный запас мощности, чтобы было комфортно работать. На ближайшие пять лет у КамАЗа растущие производственные планы, в которых мастера и бригадиры будут играть ключевую роль. Неспроста их называют капитанами производства, которые являются гарантом качества работы компании. Константин Величко, Олег Городьков, Вести КамАЗ.